неудачные скульпторы реальности часть 2 как же много я хочу и это поменять и то и другое даже вот у того типа хочу голову жопы местами поменять и знаете я не хочу спасать мир скучно и банально а вот сделать неуязвимой разочаровавшуюся в жизни готичку чтобы то не могла покончить с собой это весело особенно когда одна обнаружит что рука не режется или превратить чей-то романтический ужин в шикарном ресторане во что-нибудь плохое нет даже не в червей просто в пару гамбургеров с непонятным мясом и стаканом теплой кока-колы чудно мне всегда нравилось мое чувство юмора а с такими возможностями какими я обладаю теперь скучать точно не придется множество абсурдных и логичных сверхъестественных случаев натолкнуло нас на мысль что в городе действует скульптор реальности опыта у него явно не было никакого он не менял место деятельности не скрывался и действовал от всей широты юношеского максимализма вскоре стало ясно что основной целью новоявленного вершителя судеб являются шутки в большинстве случаев довольно плоские за работу взялась мог пи 14 нестандартная в первую очередь они узнали о скульпторе так много как только смогли после чего начали последовательно доводить его в числе действий группы значится размазывание яичного белка по двери квартиры субъекта прокалывание шин автомобиля зеленого помещений нелестных для объекта граффити в часто посещаемых им местах каждый последующий акт вандализма совершался после зарегистрированной шутки скульптора тот начал применять свои способности еще реже озлобился и стал пугливей параллельно с этим один из членов мог втерся в доверие скульптора став его приятелем и стараясь не провоцировать на испытания способностей совершенный после большого перерыва новый розыгрыш скульптора дорогая она марка купленная начальником зеленого за ночь в гараже превратилась в тыкву привел к небольшому взрыву в его квартире объект не пострадал но психике был нанесен значительный ущерб усугубило действие на психику и оставленной на стене надпись следующий раз последний на следующий день знакомый со скульптором член мог предварительно подмешав напиток зеленого психотропный препарат повышающий способность бояться в несколько раз предложил субъекту пошутить над их общим знакомым смерть наступила в результате разрыва сердца я все понимаю но зачем такие сложности нет ничего круче чем шутка над шутником и вообще мы же нестандартные мои способности невероятное но что такое сила без умений и знаний как ее применять и так с этой минуты я буду знать абсолютно все из списка аномальных событий найден мертвым в своей квартире голова у тела отсутствует а всю комнату покрывают осколки черепа куски мозга мышечной ткани других органов головы ведется расследование я последний из лиги изменяющих реальность я был самым опытным и творческим из всех разумеется когда началась борьба за власть а тоже попал под раздачу и умер вернее погиб мой двойник пребывавший в штаб-квартире а я сам я давно уже отвел себе маленькое персональное измерение размером с комнату туда и переселился тогда мне пришла идея если я могу управлять всем в пределах ощущений почему бы мне не стать абсолютной властью в замкнутом пространстве здесь я бог всемогущий вездесущий и моя персональная вселенная становится шире и глубже каждый день я плевал на вашу землю есть только одно но месть я давно понял что выстроенная мной лига развалилась не просто так ей помогли и я во что бы то ни стало покажу им всем что они зря так поступили за несколько месяцев я узнал достаточно так называемом фонде сепи достаточно для одного простого действия я открыл портал в зону 19 сбросил в него водородную бомбу и закрыл его теперь родном мире можно окончательно забыть алло звонил товарищ клев да да тот самый с 19 американской говорит им телепортировали бомбу водородную да разумеется не ждать же пока она рванет короче дело такое у нас сейчас все свободные базы вычисляют откуда пришел тот подарочек да само собой конец связи из неизвестного источника в зоне 19 была сброшена водородная бомба благодаря своевременным действиям персонала взрыва не последовало попытки вычислить отправителя потерпели неудачу он находится не на земле тогда на заседании совета смотрителей было принято решение задействовать ранее разработанный проект 4dimension вскоре был найден огромный пространственный пузырь расположены в непосредственной близости от нашей вселенной судя по всему его создателем был один из скульпторов реальности к устранению нужно было подойти творчески первым делом лучшие ученые организации разработали и смонтировали по всему земному шару систему блокирующую любые передачи материал из этого пузыря в нашу вселенную к сожалению изолировать ее от всех параллельных миров мы не смогли поскольку пришлось бы перебирать бы все частоты но этого и не требовалось затем мы открыли односторонний проход во вселенную скульптора и стали сбрасывать туда весь безопасный мусор что копился у нас все эти годы когда скульптор понял что в его уютном мире стало слишком много неправильных объектов их было уже слишком много он принялся за их устранение многие мусорные объекты однако имели свойство саморепликации что сильно портило зеленому жизнь мы тем не менее будучи незамеченными разместили вокруг этого пространственного пузыря блокирующие систему не позволяя скульптору покинуть созданный мир и постепенно сжимали его границы отвлеченный повышающейся концентрации мусора зеленый не успел раскрыть наш план он был убит одним из списанных в нашей вселенной сепи объектом или не одним теперь мы не можем узнать после того как зеленый погиб мы быстро свернули эту мусорку до весьма скромных размеров и запечатали ее навеки изолировав ото всех других вселенных даже если бы зеленый остался в живых он бы уже ничего не смог сделать наверное его дух до сих пор пребывает там приветствую вас жители земли когда-то я был таким же жалким человеком как и вы но смог перешагнуть границы примитивного разума в то время я не видел смысла в том чтобы оставаться с вами но после того как я изучил разумные формы жизни в этом галактическом кластере я понял что лишь единицы способны подняться до моего нынешнего уровня я собираюсь передать вам часть этого дара вы больше никогда не будете теми кто называл себя человеком вы станете новыми существами гармонично вписывающимися в картину вселенной мне придется значительно переустроить землю многие погибнут но это не имеет значения в рамках мироздания я не могу привести вас гармонии сразу мне потребуется время проведите его достойно я уже начал исполнять свой план как получил необычное приглашение будущий друг форматор пожалуйста оторвитесь от своих повседневных пустяков так как вы приглашены на игру где собираются величайшие нашего вида проходя тщательный отбор пожалуйста проинформируйте нас о своем согласии пожалуй я посещу эту игру может быть я встречу себе достойных здравствуйте господа моя фамилия да тот самый миллиардер предприниматель и правленец а с недавнего времени еще и политик хотите знать мой секрет я просто везунчик ведь мне всегда везет в маленьких мелочах точнее я сам их создаю наверное это звучит странно но я могу влиять на этот мир я бы мог получить все и сразу но поймите ведь это скучно а так я использую принцип домино и влияю лишь на самые незначительные вещи добиваясь невозможных результатов и чем бы мне заняться теперь пожалуй я стану президентом вы сами отдадите мне эту должность и без всяких манипуляций с вашими мозгами замечательно не правда ли и самое главное моих способностях никто и не догадывался так думал скульптор реальности не знаю что его способностях не только догадывались но и приняли их в расчет опираясь на колоссальный опыт первые о необычных способностях миллиардера узнали в гог у которой было зрядное опыт устранения зеленого типа однако в этот раз иус была чрезвычайно богатым влиятельным и главное охраняемым субъектом стандартными методами было не обойтись тогда руководство коалиции попросила помощи фонда в первую очередь наши аналитики посчитали схемы поведения противника действовал тот грамотно почти не выдавая себя и воздействовал исключительно на мелочи однако свои специалистов подобной комбинаторики были у нас более того в организации все было поставлено на прочную теоретическую базу поэтому вскоре все действия скульптора получили должное противодействие предприятие в котором вкладывал деньги стали разоряться без былой удачи тем более мы старательно им в этом помогали запаниковал ближайшее окружение повиновал и скульптору однако была и методика коррекции мелочей не давала никаких результатов тогда мы написали мононимное письмо в котором заявили что знаем о причине проблем со способностями и знаем как их устранить он был на грани и даже не сообразил что находится под угрозой агент гог встретившийся с миллиардером рассказал ему об инерции континуума и о том что мироздание постепенно начинает сопротивляться влиянием тем не менее особый препарат может помочь преодолеть ее действие вы ощутите через несколько часов препарат содержавшийся в капсуле не оставлял в организме ни следа все чистое почти безболезненно по официальной версии известный миллиардер и политик скоропостижно скончался от внезапного инфаркта вызванного нервным напряжением в конце концов дела пошли в крифе в кость вот и организма не выдержал у меня очень большая проблема я научный сотрудник зоны 19 я сипи объект похоже так мои способности похожи на 239 я тоже могу изменять реальность я экспериментировал и тренировался там где нет камер все верно и теперь самое сложное в моей жизни скрываться сдерживаться я не хочу чтобы не устроили особые условия содержания или не приведи бог ликвидировали как-то я видел клефа человек который с улыбкой устранит без раздумий потому никаких проявлений способностей глаза и уши есть у каждой стены глаза и стены а ведь в этом что то есть ведь мои способности не ограничены метание молнии превращением людей в лягушек стены всех коридоров и помещений стали моими новыми органами чувств я узнаю что происходит поблизости от меня я могу в любой момент определить украшает ли мне опасность разоблачения и никто абсолютно никто не сможет узнать что за ним наблюдаю но стены и стены и камер не датчиков жить стало легче но не слишком работа в организации хоть и чертовски интересно особенно для меня но представляет некоторую опасность вот например в западном крыле камера 41 искрит проводка и в ближайшее время погаснет свет что в любом случае приведет к побегу объекта класса евклид надо починить пока не поздно совсем рядом в лаборатории с 71 несколько минут назад открыли неизвестное меметическое свойство одного из старых объектов страшно подумать как вы будут сдерживать если что-то пойдет не так мы до сих пор не можем понять каким образом этот эффект сепи распространился в противоположном конце зоны 19 к счастью все зараженные сотрудники погибли до того как меметическое воздействие вышло из под контроля сепи получила статус кеттер и будет устранена в течение недели еще одного из наших убили эти люди кто они откуда никто не может этого понять их мысли закрыта от нашего воздействия нас все меньше и меньше больше так продолжаться не может я собрал совет мудрейших преобразователей со всей планеты с кем не удалось наладить контакт и вместе мы разработали метод комплекс упражнений позволяющий обычному смертному стать такими же как мы все-таки биологически мы один вид а принести то крошечное различие что отделяет смертных от преобразователей не так уж и сложно метод работает идеально и не может случиться такой ситуации чтобы единственное исключение разрушила всю систему мы предусмотрели любые возможности теперь мы возвращаемся на землю чтобы наделить всех людей такими силами что есть у нас это к это аудио дневник доктор где я буду оставлять свои заметки в соответствии с принятым регламентом первая запись меня выбрали наблюдателем над спецгруппой по созданию сыворотки блокирующей способности зеленых связи с увеличением их количество думаю это займет много времени очередной ужасный день дела идут из рук вон плохо очередная версия сыворотки перестала работать надеюсь у группы по нахождению причин этих вещей дела идут лучше отлично гок прислал нам свои данные теперь думаю мы будем работать быстрее супер просто супер группа ликвидации уже не справляются а группа поиска ничего не нашла вся надежда на нас а у нас нет новых идей количество зеленых уже 60 процентов от человечества думаю стоит начать разрабатывать способы не для подавления способностей а способ обратить процесс сомнительно что я смогу долго скрывать приемы сыворотки зеленый день все-таки он наступил количество зеленых составляет 99 процентов связи с этим фонд решил пересмотреть некоторые идеи насчет зеленых теперь наша цель удерживать мир от хаоса это что взрыв в секторе 13 хаос полнейший хаос если вкратце то несколько последних дней мы уничтожили больше конкурирующих организаций чем за все остальное время существования фонда все началось когда гок решил уничтожить мир или что он там хотел и решил начать с нас это была сложная битва но благодаря способностям мы победили вот только как теперь контролировать мир когда все увидели на что способен каждый зеленых преобразователи вот кто ответственен за все что произошло сегодня они попросили нашей помощи так как мир сошел с ума кто мог знать что если дать каждому силу равную богам это превратит мир в ад только если мы объединим наши усилия то у нас будет шанс спастись нет теперь этот мир обречен единственный наш шанс сделать так чтобы преобразователи не начали свое преобразование поэтому мы отправим им в прошлое все наши данные когда ничего не произошло так мы спасем человечество ах да в нашем послании я добавил мем агент он начинает действовать не сразу но он убьет и хотя пришлось пожертвовать собой кажется он начал уже действовать хорошо что я его уже отправил в ооносферу своей земли это закончит страдания зеленого человечества отправляю тебе молодому мне этот диктофон так на память люди очень глупые они не видят мир каким он является а я вижу я говорил им какой он есть они мне не поверили теперь я лежу тут в этой странной комнате со странными стенами они мягкие мне конечно это нравится но обидно что люди не видят мир таким какой он есть но теперь у меня есть дар дар с которым весь мир увидит настоящий мир да зайка они увидят тебя ведь увидели и заходили забрать эта птица медсестра почти тебя забрала но дар сделал так что она увидела что она птица люди испугались воспользовались оружием но ведь оружие вымысел его нет мой дар дал это увидеть и теперь я снова на свежем воздухе ой что это вода а это дождь но ведь это неправильно но мой дар все исправит и теперь будет идти дождь из шоколада с таким мы еще не сталкивались странные нелепые логичные явления полное бессилие сотрудников в маленьком городке бесчинствовал скульптор реальности и самое страшное что это скульптор сошел с ума еще до обретения способностей это было хуже чем 239 мы ничего не могли поделать потому что зеленый воспринимал мир совсем по-другому и мир изменился согласно его представлениям дети из шоколада отсутствие какого-либо оружия говорящие игрушки внезапные переоплощение людей а всесильный безумец ничего не делал он просто гулял и исправлял мир соответствии со своими возможностями однако этого было ему мало внезапно скульптор захотел сделать остальным что-нибудь приятное правильный мир он им уже показал теперь он начал осуществлять их мечты начался полнейший хаос на воззрение безумцы наложились необдуманные желания людей пока что весь этот ужас не выходил за пределы города но кто знает что будет завтра и тогда перед нами сверкнул луч надежды среди сотрудников класса д был один убийца чьи социопатические наклонности наложились на его же к профилею в итоге его главной мечтой было превращать людей взглядом в навоз мы привели этого расходника в город и организовали встречу со скульптором тот воплотил мечту убийцы почти машинально а расходник в этот момент глядел как раз на него в общем следующий же миг скульптора не стало а убийца был устранен выстрелом в затылок без поддержки зеленого безумия в городе должно было прекратиться в ближайшие сроки осталось только устранить последствия стереть всем память месяц работы страница обуглена в ряде мест текст не читается надоело все надоело как же бесит люди раздражают до ужаса безмозглая поганая стада толпятся вокруг говорят раздражают 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 сил нет ну ничего теперь я обрел новые умения и способности я воспользуюсь ими как следует хочу стать демоном натурально демоном огромным могущественным и страшным чтобы мог из кого угодно выпить душу чтобы никто не мог ничего сделать чтобы эти твари в крови захлебнулись начинаю метаморфозу дальнейший текст написан человеческой кровью это было больно до сих пор помню как орал когда резали шипы а когда начали прорастать рога и хвост стены до сих пор обуглены от того пламени что я изверг правда родители и сестра они этого не пережили моя ярость просто выжгла им мозг ну да ладно я все равно дико голодал после превращения жрачки из холодильника не хватило так что их тела пригодились как раз кстати сестрицу оставил про запас пока что я сыт но теперь я выгляжу невероятно что-то типа диабло или мифисты из той игрушки здоровенный тощий чешуйчатый с рогами и хвостом весь в острых шипах грызу все что угодно уже проверил а еще огнем дышу и в общем я была так круто а теперь практически всемогущ но хватит рассуждений ненависть просто выплескивается из меня зеркало я уже расплавил когда налюбовался но этого мало пора преподать урок этим жалким смертным я буду убивать и убивать начнем с того что устроим из этой дыры филиал ада на земле очередной скульптор реальности прошедший четвертую стадию решил использовать свои способности для того чтобы превратить землю в ад по крайней мере как он его себе представил точно неизвестно превращал ли он людей в своего рода демонов попутно промываем мозги или они были просто творением его фантазии или то и другое все они питали ненависть к роду человеческому несмотря на то что новоявленное пришествие демонов быстро удалось локализовать операция затянулась настолько что потребовали значительные усилия для фильтрации информации которая поступила из зоны действий скульптора в остальной мир один из репортажей чуть не прошел сми или же благодаря счастливому случаю мы успели его перехватить один из кадров приведен здесь по счастью творения скульптора оказались уязвимы к стандартному войсковому вооружению самой большой проблемы было обнаружить среди разномастных демонов их творца но на просмотре кадров сделанных одним из беспилотных разведчиков был обнаружен потенциальный скульптор тот судя по всему упивался создаваемыми им разрушениями и даже не уделил внимание собственной безопасности череп скульптора с честью выдержал попадание двух пуль из баррад xm 500 в отличие от его мозга а дальше осталось лишь провести рутинную зачистку информации